Все, что сейчас я буду говорить, я буду говорить о том, что я прошел сам, о том, что я наблюдал других людей, у которых было похожее состояние. У меня есть ученики, которые некоторому роду тоже в состоянии постоянной социальной тревожности, либо вот ярко выраженной социофобии. И я также буду говорить о людях, о которых я читал в форумах и вконтакте, в разных социальных сетях, у которых были аналогичные проблемы. И первая причина – это ваше прошлое. Ну, все, опять же, говорят одно и то же, да, банальщина, одно и то же все наши проблемы с детства. Но я сейчас говорю именно о социофобии. И там проблема бывает в том, что если социофоб был постоянно свидетелем, как кого-то унижали, избивали в детстве, да, каким-то образом программировали, говорили, ты неудачник, ты плохой, ты урод, другого человека внимательно. То есть, например, мама постоянно говорит папе, папа говорит постоянно маме, папа говорит постоянно брату, а вы были просто свидетелем этого. Может быть, это был класс, может быть, это была школа, может быть, это был двор. Вы были свидетелем. И в какой-то момент у вас также могла появиться мысль – фух, как хорошо, что это не со мной. И опасение, что это может также и накинуться на вас. Мы маленькие дети, мы впитываем всю информацию, максимально всю, которая есть в мире. И когда мы видим повторение одного и того же сценария на протяжении лет, да, то есть это не один годик, это не какой-то один месяц, это большой промежуток времени, мы начинаем думать, что мир реально такой. Поэтому автоматически это начинает также переноситься и на вас. Еще в прошлом – это когда уже атакуют вас. Это еще сильнее и круче. Еще страшнее – это когда вы свидетель того, что где-то с кем-то что-то делают, плюс атакуют вас. 100% вы приобретете социальную тревожность. Вторая причина – это ваш гормональный фон. Гормональный фон влияет на это очень сильно. Опять же, это ваше питание, да, это окружающая среда. Все это влияет на вас. Это ваша генетика в том числе. Это все тоже может влиять на вас. И не в плане того, что вы, опять же, с этим родились, значит, вы с этим останетесь. Нет, я имею в виду, что это влияет на ваше мышление. Мышление начинает избирательно какие-то моменты из жизни забирать на себя. Например, вы оказали в ситуации, что вам кто-то сказал, что вы неудачник, да, например, опять же, в детстве. Но до этого вам очень много раз говорили, что вы клевый. Но почему-то вы зацепились за это. А зацепились вы за это, может быть, не только по причине мышления, а потому что, опять же, у вас что-то происходило с вашим гормональным фоном, да. То есть, может быть, вы болели, может быть, как-то вот влияло на ваше состояние. В любом случае, мозг взял плохое, потому что он сам в этот момент находится в не очень хорошем состоянии. Можно назвать это физиологией. Тут даже относится низкий тонус, плохое питание. Все относим к физиологии. Третье. Это ваши убеждения. Убеждения и социофобию можно сформировать не только в детстве, если вы постоянно находитесь в плохих информационных потоках. Раз. Если вы постоянно общаетесь с негативными людьми, то есть окружение у вас негативное. Два. Если вы периодично вспоминаете из прошлых событий, как с вами поступали плохо, жестоко. Три. Это формирует определенные убеждения и установки. Вы начинаете наблюдать жизнь, когда думаете постоянно об этом. И в какой-то момент вы подтверждаете всё, что вы думаете. И ещё какой-то момент появляются действительно ситуации, где это происходит. Вы можете даже провести эксперимент. Я, конечно, не хочу, чтобы вы проводили такой эксперимент, но вы можете это сделать. Постоянно думайте на протяжении двух месяцев. Почему мир плохой? Почему вы плохой? Почему люди плохие? Думайте об этом на протяжении двух месяцев. И вы посмотрите, что с вами произойдет через два месяца. При этом вы, может быть, очень здоровый человек. В плане именно мышления, да? У вас нет социофобии. У вас нет социальной тревожности. Но если вы будете думать два месяца в таком ключе, вас ждут очень интересные приключения. Я, конечно, не хотел бы, чтобы вы все-таки проводили этот эксперимент, но мало ли вдруг, вдруг понравится. Итого у нас три причины. Три причины. Первая причина – это ваше прошлое. Вторая причина – это ваша физиология. И третья причина – это убеждения, которые сформировались благодаря чему? Постоянным негативным информационным источникам и окружения, которое постоянно вам что-то тоже говорит негативное. Три причины. Все, что я сейчас сказал, это не говорит о том, что это с вами навсегда. Это не значит, что вы теперь с этим будете жить, и нужно смириться, и на этом ваша жизнь как бы закончилась. Все, что я сказал, это причина, которую вы можете повернуть вспять, да, вы можете убрать эти причины, начать работать с техниками, которые я даю на канале и в своих практиках. И в какой-то момент вы выходите на улицу, оглядывайтесь по сторонам, и все хорошо. Есть ощущение, что все хорошо, что люди вас не атакуют, что мир не агрессивный, что вы клевый. И самое главное, нужно просто практиковаться, работать, тренироваться, ну, именно в плане практик работать, да, и тогда у вас все будет хорошо. Задавайте вопросы, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите мне в личку, может быть, у вас есть какие-то личные вопросы, и вы не хотели бы, чтобы их читали другие. И пишите, в любом случае, я ваши вопросы разберу. Если вопрос будет очень интересный, то, скорее всего, он появится на канале, и благодаря вашему вопросу я помогу еще, как минимум, тысячу человек, ну, как минимум, может быть, даже будет больше. Помимо этого, я напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, вы можете подписаться. Там тоже происходят разные интересные события, у меня еще есть личная страница тоже, зайдите, просто почитайте что-нибудь там обо мне. А вот и вот вся заканчивалась информация. А все, что я даю на канале, это то, что я тестировал месяцами, а некоторые практики и техники, и информацию, которую я вам даю, я тестировал годами. И я видел стабильный результат, и после этого я предоставляю это вам. Поэтому применяйте и просто наслаждайтесь жизнью. Это самое главное, что еще нужно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!